Это удобрение. Мы еще представляем одну компанию, это Proper Technology Polska. Это польская компания, которая является производителем удобрений фоли и универсального комплексного удобрения поли. Сначала начнем с козыря. Козырь – это универсальное комплексное микроудобрение. Что означает микро? То, что дозировка козыря идет небольшая. За сезон – это 3 литра на гектар. То есть относительно других удобрений, поэтому называется микро-небольшая дозировка. Козырь – это фосфорно-калийное удобрение. То есть в структуре козыря находится в литре козыря с 55,7% фосфора в формуляции ПО3. Не в природной форме ПО2О5, а ПО3. В чем преимущество? Фосфор, который в традиционных удобрениях используется в ПО2О5, тяжело доступны растениям. Для того, чтобы растение усвоило эту формуляцию фосфора, фосфор должен находиться непосредственно возле корневой системы, чтобы добиться чего-то тяжело. Потому что в любом случае удобрение вносится через каплю, со временем в ближайший пролив фосфор углубляется, и корень не высваивает нужное количество фосфора. Еще фосфор в ПО2О5 долго усваивается. То есть при внесении его в подкорни растения, усваивание происходит на 10-12 день после внесения. В количестве 20% от общей массы внесенного воплений. То есть тяжело работать традиционной формулой. Что сделали немцы? Козырь производится в Германии. То есть компания, кому принадлежит патент, лицензия, это поляки. Но так как такую формуляцию может сделать один завод в Германии, поэтому отдали производство в Германии. Все, что сделали, это убрали одну молекулу фосфора. То есть переняли фосфор в формуляцию ПО3О5. Что значительно лучше, улучшило усваиваемость фосфора. То есть в формуле ПО3О5 это удобрение для листовой подкора. То есть мы его рекомендуем им работать по листу. И фосфор, эта формуляция, усваивается на 2-3 день после обрызгивания культуры. В чем еще преимущество козыря? За счет этой формуляции фосфора в ПО3, он улучшает выработку фиталексина. Это защитные тела. Это как у человека иммунитет, у растения есть фиталексина. Это защитные тела, которые не позволяют проникать патогенам. Это грибковые, вирусные заболевания, бактериозы разнообразные. Просто за счет того, что если в ранней стадии работать фосфором, почему мы и пишем, что доброго с природным фомплицидом. За счет выработки фиталексинов. У растений это обрабатывает иммунитет и улучшает устойчивость к заболеваниям. То есть в данный момент при нынешних холодных условиях в Украине, уже второй год, в принципе, у нас аномально большое количество осадков на юге Украины. На юге, так в принципе и по всей Украине. То есть за эти два года количество осадков увеличилось много раз. И вот этот важный климат, который сейчас у нас в Украине, он провоцирует попадание, как раз от размножения этих вирусных заболеваний, вирусных и грибковых заболеваний. Поэтому в данный момент актуально работать козырем для того, чтобы немножко улучшить иммунитет растений. Плюс фосфор в ПО-3 улучшает процессы метаболизма. То есть само удобрение, да, поляки и немцы, не волшебники, невозможно с помощью трех литров увеличить урожайность на 20-30%. Мы не говорим, что козырь улучшает, именно один козырь улучшает урожайность. Козырем нужно работать в дополнение с агротехнологией козырьства. То есть есть в любом случае схема питания растений, несение кальция, несение калия в сульфатной форме, в нитратной форме. Козырь это дополнительно к той технологии, которая есть в хозяйстве, либо удачника, либо работает плюсом к этой технологии. Просто он за счет выработки фитолексинов защищает растения от патогенов, и за счет улучшения метаболизма он улучшает усваивание элементов, которые вносились до этого. То есть за счет того, что корневая система начинает лучше работать, ну, соответственно, лучше урожать. То есть козырь плюс в составе козырь есть 24% калия. Поэтому им можно работать уже в этапе плодоношения. То есть мы рекомендуем по технологии и по испытаниям, которые мы проводили. Раньше, если были у вас в руках старые каталоги, то дозировки были от 2 литров и выше. Но и сейчас, в принципе, не сильно поменяли дозировки. Но проведя численные испытания на полях, то вывели единственное, что достаточно 3 литров весь сезон дать на растение. Мы рекомендуем это полившую 3 раза. То есть 1 раз обработать начальные стадии развития, то есть либо это засадное направление, либо это после сводов, после появления 3-4 настоящих листков, чтобы была лиственная масса для усваивания. Второй этап – это при обработке в момент интенсивной вегетации, либо в момент цветения, что опять же за счет того, что есть калий, если растения, у которых есть цвет, то лучше завязываются плоды за счет калия. И третий этап – это за 2-3 недели до уборки урожая. Давайте начнем с первого этапа, как работает козырь в начальной стадии. Первый – за счет фосфора. Фосфор – это корневая система. Если разобрать по элементам, фосфор отвечает за развитие корневой системы, кальций отвечает за плотность клетки, бор отвечает за деление клетки, за защитный слой клетки. Бор работает как штукатурка для стен, точно так же бор работает для клетки. Калий работает для налива плода. Магний работает, если разобрать по элементам, магний работает для удушения фотосин. Козырь – это фосфор, который легко доступный, который быстро усваивается в растении. И на начальной стадии он будет работать как для развития корневой системы. В процессе интенсивной агитации, опять же, фосфор стимулирует корневую систему. Чем больше корневая система, чем лучше корневая система, тем лучше происходит процесс усваивания полезных веществ. Плюс, опять же, повторюсь, все основные заболевания у растений возникают в первом этапе интенсивной агитации. Когда есть большая листическая агитация, когда большая площадь для попадания патогенов в растения, когда погодные условия обычно летом, в наш период, это интенсивная жара, растение слабеет, растение начинает погодать, и патогенам проще попасть в обмуты растения, поразить болезни козыриозами, фитофторозами, то есть повышенная влажность, бактериозами и разными хребками. Козырь защитит немножко, улучшит устойчивость растения к этим заболеваниям. Ну и плюс калий, который уже в момент вегетации, в момент завязывания плода и налива будет работать как калий для того, чтобы развивать плод. Перед уборкой урожая, когда будем использовать козырь, для того, чтобы улучшить качество плодов, козырь хорошо убирает лишнюю влагу с растения и улучшает количество сухих веществ. Вот этот фосфор, он выгоняет лишнюю влагу, улучшает, если его встречали, в Польше он называется фос-60. И когда приходят к нам яблоки, его хорошо, что будет интенсивно в садах использовать, то есть в Польше. Когда в Украину приходят яблоки, польские яблоки лежат реально до марта месяца без потери товарного вида, без поднимания. Украинские яблоки так не лежат. И многие говорят, что там брызгают воском яблоко или покрывают какими-то защитными, чем-то обрабатывают. На самом деле это работа фосфора в формуле ПО-3. То есть это все защитные, защитный слой, который природно вырабатывается яблонями. И не только яблонями, и ягодами, и томатами, и на клубике это работает, видно после работы козыря, что становится немножко плотнее плод, улучшается это восковой налет, на винограде предотвращает растрескивание в месте хвостика. Обычно с виноградом проблема, когда выращивать виноград, идет острескивание в месте хвостика, и туда залетает оса, начинает поражать виноград. В коковке здесь, кстати, рядом с вами, хозяйство типичное, мозговое, отработая с козырем, заметил, что на винограде действительно помогает, улучшает этот восковой налет. И улучшает сроки хранения растения. За счет того, что убирает лишний лап, это на луках, на томатах, на капустах, увеличивает срок хранения уже готовой культуры. Еще в чем плюс козыря использования? Мы его рекомендуем сейчас, в момент, когда идут интенсивные фунтицидные обработки, когда уже, в принципе, в этом году на поле есть проблема с развитием растения и заболезней, и то, что была повышена влажность, работать с фунтицидами. То есть, компании-производители фунтицидов, у них обычно в дозировке препарата есть минимальная планка и максимальная планка. Как говорят, от 0,6 литра на гектар до литра на гектар фунтицидов. Мы рекомендуем давать 0,5 литра козыря на гектар плюс фунтициды за счет того, что козыр улучшает обмен веществ процесса метаболизма, быстрее усваивается фунтицид и улучшает работу фунтицидов. То есть, есть такие компании крупные по выращиванию томатов, которые по прошлому году дали нам информацию о том, что они сократили фунтицидную обработку на 30%. Фунтициды, хорошие, качественные фунтициды сейчас стоят недешево, поэтому, в принципе, я недовольный результатом и дальше продолжают работать козырем. Козырь еще работает как стимулятор роста. Он ускоряет процессы в растении. И опять же, из практики по томатам, скажу сразу, ускоряет сроки эгитации. Томаты, которые срок эгитации 100-110 дней, хозяйство убирало через 95 дней после эгитации. На 95-й день по сроку эгитации. То есть, на 10 дней немножко ускоряет срок эгитации. Это хорошо, если немножко поздняя посадка была и перед заморозками, приморозками не успевают убирать и изначально знают, что могут не успеть. Мы рекомендуем 3 раза поработать козырем в разных стадиях и немножко ускорить сроки эгитации растений. Также формуляция фосфора в ПО-3 работает при низких температурах. Недавно был семинар. У вас, у вас 7, не сомнений. Многие из вас были. У Юлия Сергеевича. Юлия Сергеевич в прошлом году работал козырем по капусте. Обработал капусту в сентябре месяце. В ноябре месяце начал резать, уже убирать капусту с поля. Убрал капусту с поля. В любом случае, 100% капуста с поля не убрался. Потому что есть головки, которые сформировались, которые можно убрать. А есть мелкие, которые обычно спускают либо под диски, либо косят и уже обрабатывают поле на следующий сезон. Но он говорит, так как времени не было сразу после уборки капусты убрать поля. Через 2 недели только загнали трактор в поле. Тракторист приехал, говорит, там еще капуста можно резать. При температурах ниже 5 градусов козырь усваивается и козырь работает. Тот же калий, который там есть, тот же фосфор, работает при температурах ниже... Традиционное удобрение при температурах ниже 10 градусов не усваивается. Опять же, при низких температурах, как работает козырь, он просто помогает растению усваивать те элементы, которые уже нанесены были до этого, которые есть в грунтах. Я вам сейчас покажу презентацию по практическому применению козыря. То есть козырь это универсальное давление, оно используется на все культуры, которые выращиваются, это зерновые, это сады, это ягоды. Прилипатель козырь нужен только при использовании на луке и на капусте. Там, где большой восковой налет, на луке, на пере восковой налет большой, на капусте, это лист, там можно использовать прилипатель. На послёжных культурах, на картош, на садах, на виноградниках прилипатель использовать не нужно. Даже при работе с фундицидами, в принципе, прилипатель не нужно, если добавлять козырь. Это огурец, смотрите. Старый огурец, это уже где-то конец июня, начало июля месяца, когда мы разговаривали с вами, я прямо про планку рассказывал, что огурец уже заканчивается с репрезентацией, теряется урожайность. Ну и здесь была увеличенная дозировка козыря, это 2 литра по листу и 2 литра по каплю. Это фотографии были сделаны два года назад. Скажу, что сейчас мы просто не успели поменять репрезентацию. Мы убрали вот эту фигуретацию, это в каплю, то есть 2 литра козыря по листу, они регенерируют растения. И видно, что опять начал лезать это снизу, это старое растение, которое уже выше 2 метров, которое уже перевалило через шпалеру и уже практически перестало повлиять. За счет того, что дали стимуляцию, дали стимуляцию корневой системы, улучшили метаболизмы, улучшили питание корневой системы, растение начало заново плодоносить. Даже видно, что снизу, где не было, где были уже старый лист, листья убранные, начали отбивать новые листики и по новую пазущу начали отбивать АВС. Вот видно, старый лист, что по новой начал отбивать, то есть растение, когда открылось второе дыхание, растение начало по новому плодоносить. Это огурец в Польше, обработанный козырем и контроль, то есть увеличивается срок вегетативной массы. Здесь видно, это 7-08, это получается август месяц, тут уже практически огурца нет. В принципе, можно уже более подготавливать на следующий сезон. При обработке козырем еще в этот период можно убирать. Потому что вегетативная масса не высохла, и вегетативная масса относительно живая. Есть очаги, потому что растение старое. Вот это контроль уже на 20-08, то есть через 14 дней после первой фотографии. То есть тут, в принципе, уже ничего не осталось. Здесь еще выбирают, выражают. Вот это... Кварант это фундицид. Вот есть работа кваранта, есть работа кваранта с козырем. Точем я говорю, что улучшает работу фундицидов. То есть есть контроль, где просто фундицидом сработано, а есть контроль, где сработали с козырем. То есть результат видно. Это вот 7-08, это 14-08 и 20-08. То есть без фундицида... Ну вот результат. То есть фундицид помогает, в любом случае немножко продлевает срок жизни негативной массы. А с козырем в результате чуть лучше. Дальше точно так же будут сравнения по... Вот картошка. Эта картошка здесь, в Каховке. Два года назад была проблема. Опять же было более поражено фитофторозом. Видно по фотографии, что снизу старая пораженная картошка фитофторозом. Листья осыпалась. Практически гетативной массы у растения не было. Это ранняя картошка. Снизу даже нормально не сформировался клубень. И фермер думал, что уже эту картошку не спасет. Тогда у нас, скажем так, мы еще экспериментировали с козырем. Мы тогда еще не знали точно получится или не получится. Мы говорили с фермером, что он попробует. Потому что так в описании он должен был спасти эту картошку. Но на 100% не знали. Поэтому дали увеличенную дозировку. Два литра на гектар по листу. И через 5 дней видно, что картошка ожила. Все то, что было поражено фитофторозом, осыпалось. И по-новому продолжила вегетацию картошки. Фермер, да, он потерял урожайность. Потому что в любом случае любое заболевание. Да, это стресс, это уменьшение урожайности. Но все-таки хотя бы что-то у нас картошки не попало. То есть как бы в принципе уже планировали это поле убирать. Переселивать чем-то на второй оборот. Ну в итоге вот эта картошка по Польше. 14 на 8. Опять же, в любом растении чем лучше видит вегетативное масло, тем лучше урожайность. Потому что в картошке это питательные вещества. В любом случае, чем дольше эта обличка на картошке остается в вегетативном состоянии, тем лучше набирается пух. Как только убирается вегетативное масло на картошке, картошка перестает развиваться, расти. Это вот 14 августа, это 14-й год в Польше. Два года назад получается. То есть картошка, в принципе, я скажу так, что я уверен, что на этой фотографии картошка есть. В любом случае, урожайность там была. Не скажу какая, потому что не знаю. Но в этом случае видно, что картошка еще продолжает развиваться. То есть если здесь можно уже как картошку копать, то в этом случае еще две недели можно нарастить массу клубни. То есть в любом случае увеличивается урожайность. Опять же, урожайность увеличивается не благодаря козе. Урожайность увеличивается благодаря тому, что он стимулирует растение, и оно лучше усваивает элементы питания. Вот контроль точно так же по датам 7.08, 14.08 это с флюмицидом. То есть это контроль, это обработка флюмицидом и обработка флюмицидом с козырем. Тоже видно, что на 20.08 здесь катушка уже начинает засыхать, здесь еще продолжает вегетацию растения. По лукам. Это зимный лук, тоже в Польше. Но здесь видно, что на этой фотографии, по лукке есть такое понятие «умерство». Он был поражен пузариозом и начал засыхать еще до того, как лял лук перо. То есть нормальный процесс в луке, это когда ложится зеленое перо, как на фотографии здесь видно, перо ляло, оно очень не сухое. Тогда лук подходит для хранения и качество лука немного выше. Когда вот такая ситуация, то этот лук нужно убирать сразу с поля. И не факт, что он там в течение месяца не загнел. Поэтому козырем еще расскажу про каховки в этом или в прошлом году. Сейчас это немножко поздновато уже, но на следующий сезон будет для вас информация, что хорошо работает с гербицидами. Если есть гербицидная обработка после всходов, это луки после всходов обрабатывают, капусту после всходов обрабатывают гербицидами. Гербицид в любом случае притормаживает вегетацию растений. То есть есть гербицидная нагрузка, это на две недели вегетация приостанавливается. То есть растение немножко получает стресс, оно не умирает полностью, потому что действующие вещества гербицидов под каждую культуру подобрано так, чтобы растение продолжало гербицид, но немножко оно приостанавливает. Вот при работе с козырем растение не чувствует действия гербицид. То есть оно дальше продолжает развиваться, и причем при гербицидной обработке мы тоже там рекомендуем минимально 0,5 литра на гектар козырь. Не литр, как при работе с обычными удобрениями. Козырь мешается совсем, кроме кальция и медисодержащих препаратов. То есть им можно работать в любой баковой смеси, любая лиственная подкормка, можно использовать козырь. Только если не мешать баковой смеси с кальцием и медисодержащими препаратами. По винограду это виноградник, который находится здесь в рядышке у него заглова. Вот именно слева у него кусты. Расскажу предысторию. Не мы приехали еще. Боря тогда занимал подготовку в Козыринской области. И Боря говорит, когда к ним приехали, он сам сказал, что у него есть проблема. Слева у него виноградник. Там было все нормально. Вегетация. И это сейчас в принципе состояние винограда. В принципе на тот период, когда была сделана фотография, куст развивался нормально. Справа вот эти кусты. У него была проблема. Он экспериментировал с препаратами. Тоже хотел сделать контроль козы. И работать с препаратом он немножко припалил растения. И обработал литр, чтобы спасти, обработал литр на гектар по козы. То есть там, где была у него проблема, у него по фотографии видно рядок намного лучше, в лучшем состоянии, чем тот рядок, который нормально развивается без всяких там стрессовых ситуаций. На яблок. То есть это работа козыря с фуницидами. Здесь использовался это польские сады. Здесь использовался белан. Здесь использовался белан с козырями. Тоже также в принципе на начальной стадии делалась одна обработка. То есть на начальной стадии разницы не сильная. Дальше видно, что при обработке деланом все-таки немножко растение было поражено. Пусть я не знаю, контроль есть. Здесь нет контроля. Там в другой презентации есть фотографии, где контроль обработка деланом и обработка деланом с козырем. Но в любом случае видно, что немножко листья подкручены, немножко заболевание поразило растение с козырем. Листья ровные. Вот точно также видно на фотографиях чуть позже, 28-го, 08-го, 14-го года. Тоже листья подкручены. Вроде бы состояние относительно нормальное с козырем. В любом случае фуницид с козырем сработал лучше. Опять же здесь обработка литр на гектар с фуницидом была. Вот то, что я говорил с фуницидом. Вот есть фотография. Это справа кукуруза фуницидом обработанным чистым гербицидом без козыря. Слева обработана гербицидом с козырем. То есть гибрид один и тот же. И в результате тоже. Поэтому это хмельницкая область. В результате увеличился урожай на 10% за счет того, что не притормозилась изначально вегетация растения. После этой гербицидной обработки. Вот это соль. Соль обеспалива. Справа контроль. Слева обработка с козырем. Три раза по 0,5 литр на гектар. То есть тут хозяйство решилось экономить. Не дали по нашим рекомендациям. Мы рекомендуем 2 литр на гектар. Сработали по 0,5. Это хмельницкая область тоже. Здесь они получили прирост по урожаю 10% от общей массы. По цифрам, по заработку. Хозяйство с козырем разработано 1500 грн больше. Это если отнять уже стоимость козырем. То есть довольны. Это соль обеспалива. Ну это томаты. То есть томаты с козырем. Междурядка метр восемьдесят. То есть фактически. Именно если поближе подойти загрузка плодов. То есть здесь была обработана херсонская область. Междурядка. Вот здесь эти томаты. Это не наши гибриды. Это гибриды другой компании. Но вот эти томаты убрали через 95 дней. То есть томаты до 100-110 дней убрали через 95 дней. Ну и перец. Перец в принципе вот. Это корневая система. Козырь для за счет того, что это фосфор все-таки. То есть стимуляция корневой системы. Это развитие корневой системы. Даже скажем так не стимуляция, а развитие корневой системы. То вот видно корневую систему на перце. И видно в итоге результат. Это наш перец, который у нас тоже вращался в стептиплице. Это Хаминко-Днепровский район. Опять же это было три года назад. Здесь давали максимальные дозировки. Но после этого мы вот эту позицию, там где каплю убрали. Там где дается подход. То есть достаточно. В прошлом году фермер тоже выращивал перец. Работал уже под другой технологией. И результат был тоже безупытный дополнительный 2,5 литра. То есть достаточно одного один раз по листу литр. И еще раз 1,5 литра на тарпу листу. Ну это перец в открытом уровне. Вот справа козырь, слева контроль. То есть видно, что перец лучше укрыт лиственная масса, лучше лиственная масса. Но опять же это все за счет того, что развита корневая система. На перцах это самое главное. На перцах с самого начала развить корневую систему простимулировок. То в этом случае проблема с тем, что мало лиственной массы и на солнце перец получает ожоги. Перец эта культура, скажем так, к солнцу достаточно нежная. В любом случае, если не хватает корневой лиственной массы, то появляются проблемы. Начинается увядание, начинается некачественный, в итоге получается некачественный продукт. С козырем чуть этих проблем нет. Ну и последняя фотография это обработка пассивного материала. В козыре можно обрабатывать пассивной материал с расчетом литр на тонну воды. Это если, извиняюсь, литр на тонну пассивного материала. То есть это зимняя пшеница, это наши поля, это Владамьюг поля Николаевского области. То есть они обработали литр козыре на тонну пассивного материала. Вот после зимы видно результат. Нормально проходит фотосинтез, растение чувствует себя комфортно и нормально развивается. Здесь немножко видно, что чуть-чуть растение притормозилось в развитии, потому что или примерзло, или немножко корневая система поразила. То есть когда пассивный материал обработанный протравителем, можно сверху еще... Обрабатывается вместе с протравителем. Вместе с протравителями. Смешается с протравителями и работает со всеми. Работает со всеми протравителями, работает со всеми инсентицидами, кроме медисодержащих. Работает со всеми фундицидами, кроме медисодержащих, и работает со всеми удобрениями в любой форме. В нитратной, сульфатной форме можно любого баковую смесь, кроме кальция. Кальция категорически медикамидует, потому что сворачивается, там забивается просто быстро. Ну, а также в Гладковке, в Кардашинке выращивают цветы, работают козыри. По цветам, скажу, работаем перед Днепропетровским, есть право тепличный поминант, там 2 гектара теплиц, выращивают цветы. И работаем с ними по козырю. Они выращивают розы, выращивают, ну, это мы по-розам, работали по-розам с ними. То говорят, что розы после обработки козырем на 2 недели дольше стоят потом в графине. Если они обрабатывают перед тем, как срезать, обрабатывают козырем, на следующий день срезают. Заметили, да, за счет того, что просто улучшается метаболизм, после того, как растение срезает, оно в какой-то период времени не понимает, что его срезает. То есть оно продолжает, процессы не останавливаются, продолжает, обмен веществ в растении продолжается. Поэтому по-розам они сказали, что на 2 недели действительно не поставили. В озоне те розы, которые были обработаны на 2 недели дольше просто в свежем виде. Поэтому сейчас я говорю, сейчас как раз такой период, ну, во-первых, сезон семян практически закончился. Осталось, там, еще буквально неделька-две, там, может... Не каркайте. Ну, каркайте, не каркайте, но оно так и не будет. Сейчас начинается сезон средств защиты растений, сезон удобрений. В этом году, я скажу, средства защиты растений будут продаваться лучше, наверное, даже, чем в прошлом году, потому что проблем в этом году появилось больше. Холодные ночи. Средняя температура дневная минимальная за последние 5 лет. Большое количество осадков, поэтому сейчас идет так интенсивная работа с фунгицидами. И вот мы рекомендуем козы использовать с фунгицидами, чтобы работал как улучшал действие фунгицидов и стимулировал немножко питание корневой системы. Ну, и по фоликам. Фолики, на следующей страничке, это комплексное удобрение. А, еще про козырь скажу, что в козыре, помимо фосла и калия, содержится еще микроэлемент. То есть, поэтому он хорошо подходит для работы на послойных культурах, на томатах, вот то, что томатами. То есть, это комплексное удобрение, в котором есть практически все элементы, которые нужны на растениях. Фолики, это тоже комплексное удобрение в виде суспензии. То есть, удобрения, они подходят как для листовой подкормки, так и для работы в каплю, фергетацию. Формуляция из, ну, тут видно снизу, зарегистрировано 9 препаратов. Рано было 3, 4, 5, 6, 7, 9 препаратов. Линейка у них намного больше. Но для Украины выбрали 9 препаратов, которые зарегистрированы в общем реестре удобрения Украины. Формуляции разные. Тут, в принципе, рассказывать о каждом я не буду. Потому что, единственное скажу, что они все хилатированы в ЕДТА. То есть, они хорошо растворяются в воде. Они не наносят ущерб капле. То есть, нет проблем с тем, что после них там забивается капля, или какие-то проблемы забивается опрыскиватель. Хорошо размешиваются, идут в баковых смесях с другими препаратами. с удобрением можно использовать. Тут табличка есть, единственное, между собой не все препараты. Есть азот в сульфатной форме, есть азот в нутратной форме. Не совсем его можно смешивать. Поэтому тут в табличке расписано, что к чему. Так, в принципе, все элементы. Есть азотный, есть калий содержащий комплекс. Есть цинк, есть магний. Это то, что может для капусты сейчас будет нужно. И в каждом удобрении есть комплекс микроэлементов. То есть, полностью вся линейка фоликов. Это макроэлементы в комплексе с микроэлементами. Еще добавлю, все удобрения разбиты в наночастиц. Знаете, есть сейчас, как говорят, нанотехнологии. В 10 минус 9. То есть, в растении лучше усваивается удобрение в растении. Я знаю, вы недавно начали торговать удобрениями. До этого у вас в основном было направление семена. Есть компания Vuxal. Это всемирно известная компания. Хозяин сейчас завода Folic. Он был главным химиком в компании Vuxal. Он был соучредителем этой компании. То есть, это был бизнес, там несколько проблем. Было бизнес-партнеров. Но потом они разбежались, Vuxal переехал. Vuxal производился на заводах, на заводе, где производится сейчас Folic. Но Vuxal потом они разбежались. Вuxal переехал на другое производство. А Адам по той же технологии начал Folic. Это то же самое Vuxal, только в два раза дешевле. То есть, полностью те же формуляции, если сравнить с аналогами Vuxal. В то же время Vuxal, та же формуляция идет. Единственное другое производство. В принципе, если есть вопросы, задавайте. Козырь есть в литровой, 5-ти литровой. Есть в литровой фасолке. Спасибо всем за внимание. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.